Субтитры сделал DimaTorzok Еще одно новое видео, то есть или еще одна новая серия или еще какое-то другое видео выйдет сегодня после обеда около вечера. В принципе это зависит только от вас. Если вы хотите видеть еще одну новую серию Pixelmon на сегодня, то есть две серии Pixelmon на за один день, просто ребята поставьте лайк и второе видео выйдет еще сегодня, но чуть позже после обеда. Поэтому ребята все зависит от вас. Набираем 500 лайков, выходит новая серия. Две серии в день точнее. Поэтому ребята, что мы еще будем делать? В этой серии мы пойдем заспауним за Абдуса. Мне скинули какие-то координаты, спасибо за это, потому что честное слово я просто забыл где он вообще находится. Я не знаю, то ли я случайно или удалил вот то место, где он у меня был записан, да, то есть где у меня был вейпоинт. То ли еще что-то, потому что честное слово я просто ребята даже не помню. Сейчас я тут просто так сижу и думаю. Так тут же, чтобы был с одного типа дома, тут же у нас лучше булыжник поставить, потому что видите у нас тут булыжник есть. А если тут, в принципе, будут окна, хотя я просто так, знаете, сижу и думаю. А если, например, еще, хотя, расширить на один, да, то есть тут у нас будет шерсть, тут стекло, 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 шерсть. И тут. И тут, потом тут, тут и вот тут. Короче, ребят, я пока что еще честно не знаю, давайте сейчас попробуем, но сначала пойдем поспим. Я просто, знаете, хочу сделать какой-то дополнительный домик, то есть гостевой какой-то домик на улице, чтобы, в принципе, как-то лучше выглядело, да, и чтобы мы не тут всегда спали на нашем втором этаже. Хотя, в принципе, он не так и так красивый, но там еще много чего нужно будет доделать, а чтобы иногда даже вот тут мы в домике спали. Ну, во-первых, нам нужно добыть. Вот, как раз я там вижу. Хотя нет, у нас вроде есть булыжник, давайте еще быстренько посмотрим. Если есть булыжник, то круто, но у нас только четыре шерсти. Еще дратини. А, а вдруг вот тут возле нашего дома, в озере, заспанится. Конечно, шанс не какущий, но все же. Вдруг. Я помню, там во втором, третьем, четвертом сезоне, там, в принципе, столько дратини спанило, что с ума сойти можно было. А, практически, практически в каждом, о, там босс еще. В каждом каком-то водоеме, в речке, в озере, в люже, в луже, короче, люже, что я вообще хотел сказать. В луже-то там везде нафиг были дратини, драгонеры, куча их была. Вот сейчас я, если честно, что-то вообще их не замечаю. Уже сколько сезон идет, я еще до сих пор ни одного, ни одну дратини не видеть. Так, сюда. Вот, например, ребята, смотрите. Если тут у нас будут вот так, ок, нет, это будет очень однообразно как-то. А если, допустим... А что меня вот тут вот это делает? Я как-то не понял. Допустим, смотрите. Вот тут. Один, два, три. Один, сейчас. Сейчас, ребята. Я говорю, иногда нужно строить, иногда нужно еще что-то делать, потому что если мы это делать не будем, то... Не будет вообще нафиг никакого разнообразия, в принципе. Все очень быстро надоест, мне так кажется. Так, ну что. Это мы ставим сюда. Один, два, три, четыре. Вот так. Замечательно. Тут я не знаю. Тут, в принципе, один, два. Хотя тут я не знаю, честно. Тут нужно что-то придумать. Хотя, может даже... Ну, сейчас, короче, посмотрим. Тут один, два. Тут один, два, три, четыре. Тогда, в принципе, дальше мы не будем тут продолжать, потому что тут, в принципе, и места уже нету, да, вот это все расчищать. А поэтому то мы даже делать не будем, а, наверное, уже вот тут вот так и закончим. То есть, смотрите. Один, два, три, четыре. То есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть. Тут у нас уже будет конец вот этого. Еще, в принципе, нужно будет шерсть добыть. Я, наверное, Мари поубиваю потом в нейстерию, чтобы не париться по этому поводу. Тут у нас стекло будет. Ну, то, что я не знаю, как нам крышу сделать. А крыша у нас с кого? С пруса, да? С прус. Знаете что, ребята, сейчас. Сейчас мы, в принципе, пойдем еще попытаемся найти каких-то новых покемонов. Это во-первых. А во-вторых, мы их попытаемся найти вот этом, в тайге, да? Там, где мы как раз будем еще идти искать деревья, спрус. Ель, короче, да? Там, в принципе, я не знаю, там вроде еще есть какие-то покемоны, но, мне кажется, не так уж и много, которых у нас нету. Но хотя бы посмотрим сейчас, потому что я, если честно, не знаю. Допустим, я не знаю вот тут как делать. Вот это вообще, фиг его знает. Это нужно будет думать, ребята, потому что я вот именно вот тут, я не знаю. Как-то потом это придумаем, что ли. Ну, вот тут так, да? Тут у нас как бы вот так будет идти. Хотя нет, даже не вот тут, а вот так. Нет, 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 нет. Нет, нет. Сейчас. Сейчас мы что-то придумаем. Тогда вот тут еще вот так. И вот так. Вот тут, мне кажется, будет намного лучше. Это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда. И вот так. Ну что, пока что пускай будет вот так. Мы сейчас пойдем, ребята, быстренько еще попытаемся. Нет, сначала мы идем заспауним Забдуса. Сначала мы идем Забдуса заспауним. Сейчас я координаты увижу. Так, вот они. Ну что, спасибо тому, кто написал мне координаты. Я надеюсь, мы еще не в лаву куда-то пойдем, а действительно на наш алтарь. И смотрите на карту, ребята. Только не говори, что ты залагал, твою мать. Как я вот эту хрень ненавижу. Не то, что ненавижу, а просто я не знаю, почему она вообще происходит. А, да. И видите, ребята, у нас карта почему-то закрыта. А почему я не догоняю, если мы тут были. Вот видите, вот я уже алтарь вижу. Да, вот он. И почему-то у нас вот эта местность закрытая. Хотя мы уже его находили в какой-то там серии. Что за бред нафиг? Ну ладно, не будем в это вдаваться. Мастер-больчик есть. Отлично, отлично, отлично. Ну так, еще вот это и вот это. Ну что, ребята, последняя легендарная птица. Больше у нас их не будет. После нее нам останется словить Селеби, Райквазу. Если нафиг Райкваза будет вообще спауниться. А не так, как в прошлом сезоне вообще не спаунилась. Или баг там какой-то был. Там еще босс. Райквазу. Лугия. Киогр. Мью. Ну 5, 5. Нет. Селеби. Лугия. Райкваза. Мью. Киогр. 5. Не считаю мью ту, потому что мью ту не считается. В том смысле, что мы в любой момент сможем сделать мью ту, когда у нас появится мью. Поэтому мью ту не считается. Ну что, ребята, спауним. Опа. И вот он наш. Твою нафиг, иди сюда. О. Так нафиг взлетел. Квикбол. Он сейчас залезет в квикбол, ребят. Это 100%. То есть он даже думать не будет. Нет. А что бы его еще можно было попытаться. Хотя, в принципе, тут больше ничего такого не за... Ладно, не будем выпендриваться. Сразу кидаем мастер бол. Два мастер бол у нас еще есть. Потому что, ребята, смотрите. Даже если у нас есть два мастер бол, нам тупо нужно очень много охотиться на боссов. Потому что нам нужно словить... Если вот сейчас считать мью ту, то нам нужно еще словить 6 легенд. А у нас только два босса. Ну, два босса. Просто я за боссом охочусь и говорю два босса. А у нас только два мастер бола. Поэтому, ребята, нам еще 4 мастер бола нужно выбить. Ну, мастер бола или парк бола. То есть, чтобы закончить сезон. И если мы словим всех легенд, да? То нам еще как минимум нужно 4... Ну, в принципе, не минимум, а максимум нам тоже еще нужно 4 мастер или парк бола, чтобы словить легенд. Потому что, я не знаю, может кто-то там сейчас напишет. Вот, я там ловил покемона с помощью квикбола. Или там еще кого-то бола, да? Там доскбол и еще кого-то. Ну, в принципе, я не говорю, что это нереально. Но там 1% или даже 0,5%, что вы его сможете словить. И может вам, знаете, так же повезло, как, например, там в Кэске ножик выпадет, да? Там один раз из миллиона вам повезло его словить. Поэтому тоже, знаете, везде свой рандом. Ну что, так, ладно, не домой мы тэпэхаемся, а давайте тэпэхнемся в Спрусе Вуде. Где он? Спрус. Вот. 1700, 1500. Ребята, мы там, в принципе, долго не будем задерживаться. 1700, 75, 1500. Да твою нафиг, ты что, издеваешься? Да ты что, издеваешься? Что, и залагало так круто. Я, я, куда это пахнулся? 1500, 1000. Хотя, в принципе, нормально, то есть, чуть-чуть не туда, но все же. Это у нас кто там? Шакл. Вот я вижу каких-то шакла. Да, вижу. Ну, давайте попытаемся. Вот это нафиг, вот этот спуск. Ух, точно, ребята, нам еще в этой серии 10 близи нужно убить. Ух, кого мы прокачаем? Ну, кто была вот этого мы прокачаем? О, почему я его вот этим бью? Да вот так, замечательно. Ух, 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 ух. Ну, это нам не нужно, вот этот бол. А кого у нас тут еще нету? Мочоп у нас... Нет. Мочоп, 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 мочоп. Сейчас мы посмотрим, есть ли у нас мочоп. а кого я я я не помню ребята мочок мы вроде мочок а шайни ловили то есть не мочок а не первую эволюцию а мочок потом мочам похрен его знает честно потом еще что посмотрим а кого у нас еще вот тут нету тоже нужно посмотреть потому что я не помню вроде и вроде все я ребята я себе сделал а сам не пью стандлер ну стандлер вроде у нас есть мы его вроде давно уже ловили куча яичек куча стандлеров опять стандлер мне вроде в предыдущей серии говорили ух стандлер считает не не серии о сезоне что как бы стандлер считается как какая-то легенда он очень редко спавнится и вот когда я словил стандлером это ух нифига тебе ты словил стандлера он очень редкий сейчас он на каждом шаге спавится но там разработчики знаете каждой версии они что-то там мудрят химичат также как с райквазой которая просто-напросто не спавнится кто смотрел предыдущий сезон весь сезон тупо райкваза не спав allegiance а потом за спавнилась через баг какой-то мы как мы туда ты пехнулись она сразу перед нами заспавнилась не хотя не сразу перед нами менты пак już на одно место побегали где-то пару секунд и а нас роды она перед нами заспавилась со сам прикол то что в чате не показало что она заслонилась она перед нами появилась на карте на покер-адаре как бы появился вот тут кружочек фиолетовый, да, что как бы Райкваза, ну, какая-то легенда появилась. А в чате самое главное не написало, что это кто-то заспанировался. Я вот тогда вообще охренел. Знаете, какое-то нафиг возвращение в какие-то предыдущие версии, когда в чате не писало. Я тогда реально вообще офигел. Вот еще ну, в этой серии Забдос и немного задний дворик поделаем, а в следующей серии мы уже, ребята, точнее, не то, что начнем, как бы продолжим делать ну, вот это хрень вот. Какую-какую хрень, да? Стэн Крелев, да. Мы продолжим потом вот это делать, но сначала давайте вот в это выкинем, вот это выкинем, вот это выкинем и пойдем убивать Блисси. Мне говорили, что я в предыдущей серии выкинул не 10 шмоток, а 9, то есть я выкинул 10 шмоток, но она как бы вот об это отбилась и обратно у меня в инвентарь упала. Ну ладно, вот я выкидываю за предыдущую серию, чтобы не говорили, что я там неправильно что-то делаю. Сейчас за эту серию 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Просто не хочу сейчас домой еще, знаете, бегать и забирать вот это. Пускай будем тут. Лукарио 48 уровень. Нихрена себе. 39 34 Ух ты, вот это сейчас большой уровень нам дастся. А реально Лукарио тут тащит, ну в принципе Ух На ктоу один уровень остался. Я не хочу рисковать, потому что может быть такое, что мы еще вот эту Блисси заколбасим и он сразу станет 41 уровнем. И потом нам еще больше прокачивать нужно будет. Поэтому давайте Кранидоса, ребята, немного. Смотрите. Первый уровень Кранидос. Смотрите. Мы убиваем одну Блисси. Твою мать. Это вторая Блисси. Я не снял экспешеры с Ноктовла, потому что я говорил, что он может быть 41 уровнем. Я это говорил, но я забыл снять. Ну ладно. Повезло, что он не стал 41. А сколько у него опыта? Смотри, ребята, он практически 41 уже стал, если это правильно пишет. Да. Ладно, не прокачался он. Тогда давайте. А, в принципе, с Лукарио это уже давным-давно можно снять. Вот так это оденем на Лукарио. Лукарио уже можно выкладывать. Все любят Лукарио, он мне почему-то тоже начал нравиться. Я не хочу его выкладывать. Хоть он уже и 50 уровень, его уже нафиг можно выложить, но что-то в нем тянет. Да, так же, как Иви для кого-то тянет. Ребят, это на нас не Блисси напало, чтобы потом не говорили, что я одну Блисси больше убил. Лукарио. Лукарио. Это давайте, в принципе, на Кронидуса, как я сказал. Легенда же у нас запрещена, поэтому давайте Лукарио. 26 кусков опыта. Он был первым уровнем. Смотрите, какой он сейчас станет. Офигеть, я уже запарился. Аура. Квик Гвард, Бондар. Нафиг нам не нужно. Он 26 уровень, тупо с одной Блисси, он 26 уровней. Это третья Блисси была? Ноктаул. Вот тут, вот тут. Один. Два. Это третья Блисси, ребята, была. Третья Блисси, поэтому у нас еще 7 есть. 33 уровень, 34, 39. Ну, давайте 39-го. Не такой уж большой. Это четвертая Блисси. Нужно запомнить. Ну, вы какие-то такие маленькие уровни, нафиг. Это пятая. Ну, в принципе, да, это тоже какое-то разнообразие вносит. Вот и Кронидусы, ребята, эволюционируют. Замечательно. Насколько у нас там уже Покедек заполнен? Я как-то не помню, что ли. 40 или 50 процентов где-то. Между вот этим. 40-50. Вроде 40, но уже может и около 50. Ну что, ребята. Рампардос. Давайте попытаемся. Сможет... Да ты же нафиг. Сможет ли он кого-то убить? У нас еще 5 Блисси осталось. Так, 34-й, 33-й, 33-й. Идите вы нафиг с такими уровнями. Я с такими... Ого! Это, пожалуйста, это Блисси. Это Блисси, ребята. Она переспавнилась. Это шестая Блисси. Ух, охренеть. А, ну если ты будешь хилиться, то мы, конечно, хрен, что прокачаем. Но... А давайте еще Белспрута. Это... Босс Блисси. Поэтому она до хрена опыта должна дать. По 35 кусков! Охренеть. Ребята, вы видели, сколько там уровней было? Это еще не конец или конец уже? Стан спор. Рол. Асси. Слепау. Даже забывай. Асси. Хрен его знает. Слепау. Слепау. Вот. Охренеть. Сейчас тут... Эволюцию еще накидает. Хотя, в принципе, Белспрут эволюционирует. Потом у него еще одна эволюция. Вроде через камень эволюции. И мы его, в принципе, сразу же сейчас и прокачаем, наверное. Когда домой сейчас, в принципе, пойдем. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Виппинг был. А, Виппинг был 3-4. Рампардерс 35. Охренеть, ребята. Я, если честно, вот сейчас не знаю. Вот опять я очкую прокачивать Рампардерса. Это шестая близь. Да, было еще 4. Потому что... Ну, сейчас мы его хрена к ним. Нет, давайте все-таки этот уровень 1 Рампардерсу прокачаем. Уже... Потом лучше на Бишарпах, чем мы потом его перекачаем. С ногтавлом нам повезло, если честно. Но я не скажу, что может нам опять повезти с Рампардерсом. Еще 4 Блисси. В принципе, быстренький кач. Еще 3 Блисси. Еще 3 Блисси. Эм... Ну, давайте. Опа. Лукарио. Ну, тащит. Опа. Хиллспулс. Может он на серверах и классный. Но в одиночку он нам нахрен не нужен. Мы хилиться не будем. Еще 1 Блисси, ребята. И Виппинбелл в 40 уровень. Хуй, не перекачали его. Сейчас Фарион. Вылечимся. 1 Блисси, ребята, осталось. Смотрите, мы прокачали Ноктавла, мы прокачали Виппинбелла, мы прокачали практически Рампардерс, а ему еще 1 уровень остался. Вот я боюсь, я боюсь просто его, ребята, сейчас качать, потому что если он перекачается, то это жопа будет. Хотя... На начале у него. Ну, давайте попробуем. Перекачаем, перекачаем, потом докачаем, если что. Это жопа будет, конечно, но все же. Пожалуйста, не перекачивайся. Он даже не докачался, ребята. А я боялся. Ну, практически. Флорион 20. Мы идем домой, мы выкладываем двух покемонов, ребята. Это Ноктавла, это Виппинбелл. И, в принципе, уже даже... Мы даже уже в этой серии могли выложить Лукарио, потому что Лукарио был 50-м уровнем, сейчас он уже 56-й уровень. Это реально до хрена. И, в принципе, Рампордеса тоже нужно будет выложить, но еще один уровень мы ему не докачали. Ну что, ребята, кого мы выкладываем? Выкладываем Ноктавла, Шайни. Выкладываем... А, Виппинбелла точно еще нужно эволюционировать. Да, у него там еще одна эволюция есть. Вик 3 был какой-то, если я правильно помню. А, вот. Ой, не Флорион. А, вот. Бам, бам, вот. Да, еще одна эволюция. Идем выкладывать, ребят. Кого мы возьмем? Кого я хотел взять? Ну, если Вик 3 был, нужно взять какого-то травяного, что ли? Но я не знаю, кто у нас там еще есть. А Ноктавла, Вик 3 был, да. Вот он, ребят. А Ноктавла, я не знаю, ребята. У нас там есть Фиро, Шайни. У нас там есть Пиджи, Шайни, которых мы ловили на начале сезона. Еще до сих пор они у нас там валяются. Ну, вот, допустим, Ноктавла мы выкладываем. Берем, 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 берем. Рулет. Давайте не рулет, а как я сказал, там пиджи. Пиджи или еще кто-то. Арчин у нас еще есть. Вот, Спиро, Спиро, Шайни. И вместо Вик 3 было мы берем, кто у нас есть еще травяной? Опа, у нас есть Шайни Грулит, но Шайни Грулита мы потом возьмем вместо Флориона. Нет, 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 следующий по списку у нас идет Шайни. Охренеть у нас Шайни, ребята, Шайни Литвик, Шайни Грулит. Офигеть. Кого бы взять вот сейчас? Может капусту? А, нет, давайте Шайни Одиша возьмем. Давайте Шайни Одиша возьмем. И Шайни Белду мы его будем прокачивать, но чуть позже. Ну и все, ребята, на этом мы заканчиваем. Мы взяли нового покемона в нашу команду, это у нас Спиро. Охренеть он мелкий. Да. Взяли Шайни Одиша. И, в принципе, еще осталось прокачать один уровень Рампардоса. Это что вообще за... В какой покебол мы его словили? Это не левелбол, это еще что-то другое. А может я просто, знаете, случайно как бы взял с Тедюрса. Тедюрса, это как бы фосил покемон, поэтому я как бы его просто взял в любой покебол и засунул в фосил машину и просто-напросто его вот так забрал. Поэтому это большой... Это как-то, знаете, в большой роли, что ли, не играют. Вот тут эта жопа около музея лагучая. Ну давай, Мишка, давай. Один уровень, чтобы мы сейчас еще и Рампардоса выложили. Это будет круто, если мы еще одного покемона еще выкладим. Выложим точнее. Пожалуйста. Fire, Tech, Bite, Quick Attack. Да, ребята! Идем выкладывать еще одного покемона. Офигеть. Трех покемонов за одну серию? А если бы мы еще не прокачивали дальше Лукарио, то было бы вообще четыре покемона за одну серию. И это много, если честно. Кого бы выложить? Точнее, кого бы взять? Может, Пипинсир? Пипинсир? Пипинсир уже прокачанный. Там ему четыре уровня осталось или сколько? А может, его к пятьдесятму прокачаем. Клинк. Шайни Нумел. Ни хрена себе. Старью. Если мы... У нас... Да, у нас нету водного покемона. Нет, давайте, ребята, выложим Рампардоса и возьмем Тиртугу. Как бы... Фосил на фосил. И, в принципе, у нас нету как раз водного в нашей команде. Поэтому возьмем Тиртугу. И все, ребята. На этом мы уже будем заканчивать вот эту серию. Не забываем отказывать покемона, которого вы видели в начале серии. Не забываем ставить лайки, потому что если эта серия набирает пятьсот лайков, то еще одна. То есть вторая серия выйдет еще сегодня. И получается две серии за один день. Это, в принципе, ребята, не забываем. Пишите какие-то советы в комментариях. Я всегда рад их читать, если они, конечно, адекватные. И, во-вторых, ребята, я, наверное, в скором времени сделаю какое-то еще прохождение карт. Но я, если честно, не знаю, какое. Я думал, карты от подписчиков. То есть если вы имеете желание скинуть мне или свою карту, например. То есть если вы создали какую-то карту и хотите, чтобы я ее прошел, то скидывайте. Если вы не создали, но хотите создать карту, чтобы я ее прошел, создавайте, скидывайте. В группу ВКонтакте, в теме, там есть специальная ссылочка. И ссылочка, в принципе, в описании. Вы можете туда перейти, скинуть свою карту. Я всегда буду рад ее пройти. Если, например, карта очень хорошая, то можете там писать, что вот, эту карту там создал там Витек, там Андрюша или любое имя. Да, ну, как вы зоветесь. И, в принципе, я прочитаю, что вот, это создатель. И буду иметь желание пройти вот эту карту. Ну, или просто можете советовать какие-то мне отличные карты на прохождение. Потому что я тоже имею какое-то желание пройти какую-то карту. Поэтому, ребята, на этом мы уже заканчиваем. Еще раз повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.